Городом. Радио. Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас на прямой связи будет депутат Сейма. Я думаю, хорошо вам всем известна Регина Лочмова. Регина, доброе утро. Доброе утро. Да, но вчера, наверное, было не очень доброе, по крайней мере, я думаю, для вас, для части парламента, ну и для многих латвийцев, которые в свое утро начали с чтения таких сенсационных новостей из парламента за считанные минуты было принято решение о лишении депутатского иммунитета Яниса Адамсона, выдачи его правосудию. Потом появилась информация о том, что он подозревается в шпионаже. Статья достаточно тяжелая. Что вообще известно? Как вы отреагировали? Давайте попытаемся восстановить хронологию событий. События развивались вчера стремительно и совершенно, конечно, для всех неожиданно. На 9 утра было назначено пленарное заседание Сейма. Я приехала на работу, подключилась к электронной системе, и было видно, что ничего не происходит. Потом пришло сообщение президиума, и выяснилось, что будет неочередное заседание, но не по ранее объявленной повестке дня, а по вопросу о выдаче для уголовного преследования депутата Адамсона. Нам предоставили возможность ознакомиться с документами. Для этого нужно было написать заявление в секретную часть, так называемую, которая существует в Сейме, для того, чтобы ознакомиться с документами, на основании которого этот вопрос был поставлен на голосование в Сейме. Времени у нас было буквально, скажем так, со временем получения документа до голосования прошло примерно от 5 до 10 минут, в зависимости от того, как быстро конкретный депутат отправил это заявление, как он эту почту получил и с ней ознакомился. Могу сразу сказать, что, естественно, никакой конкретики эти документы не содержали в себе, кроме того, что вот служба государственной безопасности подозревает Янис Адамсона в сборе секретной информации и передаче ее зарубежному государству. Что я могу сказать? Сегодня наша фракция распространила заявление, в котором я могу даже процитировать. Да, пожалуйста. Содержатся совершенно логичные вещи. Итак, заявление председателя правления Социал-демократической партии согласия Яниса Урбановича. Ситуация, когда в связи с серьезными обвинениями задержан депутат Сейма, член Социал-демократической партии согласия Янис Адамсонс, требует от нас действий, но они должны быть точными и обоснованными. Мы как партия имеем право убедиться, что одного из представителей оппозиции наказывают не за его вызывающую критику силовых структур, на что у него, как у депутата, есть право. Я скажу, что в течение последней недели Янис Адамсонс по меньшей мере дважды выступал и говорил о том, что вся наша государственная система пронизана мафиозными связями и что именно с этой мафией в первую очередь должны бороться правоохранительные органы, если мы говорим об организованной преступности. Более того, буквально накануне своей выдачи Адамсонс говорил об этом в дебатах, когда национальное объединение пыталось отменить в стране программу предоставления видов на жительство жителям зарубежных стран за инвестиции в недвижимость и экономику Латвии. И вот прошло буквально несколько часов и нам пришлось голосовать за его выдачу по тяжелейшим обвинениям в шпионаже. Продолжаю читать дальше. Мы хотим получить пояснение, почему за депутатом Сейма следили в течение четырех лет и накапливали 43 эпизода возможных преступных деяний, почему подобные действия не были прекращены немедленно. В 13-м Сейме для уголовного преследования были выданы несколько депутатов. Это не делает счастья парламенту Латвии. Но создается впечатление, что сами фигуранты в такой ситуации чувствуют себя достаточно удобно, занимают высокие посты, их удовлетворяет то, что следственные действия идут очень медленно. Вопреки сложившейся практике мы призываем структуры безопасности судебной инстанции максимально быстро и открыто расследовать дело Яниса Адамсонса, представить у общества факты и не ссылаться на нераспространяемую в интересах государства информацию, когда речь идет об обвинении избранного народом депутатов. Социалодемократическая партия согласия не будет снисходительной по отношению к Янису Адамсонсу, если его предательство будет доказано. И поэтому нам важно получить убедительное доказательство. Пока таких нет, мы будем соблюдать принцип о том, что каждый человек невиновен, пока его вина не доказана в суде. Может быть, мы еще вернемся к этому случаю с Адамсоном, но сейчас хочу спросить все-таки Регина, у тебя, как у человека опытного в политике, естественно, и в журналистике. Вот мы знаем, что эта статья, она во многих странах мира есть о депутатской иммунитете, которая, в принципе, суть этой статьи, чтобы действительно депутат за свою политическую деятельность не был каким-то образом подвергался каким-то репрессиям, сфабрикованным обвинениям и так далее, и так далее. Но вот и опыт прошлого парламента, может быть, даже раньше опыт нынешнего парламента показывает, что депутат оказывается в такой странной ситуации. С одной стороны, когда требует прокуратура выдать коллег, или они должны говорить о том, что мы своих не выдаем, но имеется в виду своих не только однопартийцев, вообще своих депутатов не выдаем, и тогда, не знаю, общество, целый ряд экспертов начнут кричать вот так, значит, нет такой, что один закон для всех, значит, вы депутатов защищаете, а не какие-то, не знаю, белая кость в особом положении, с одной стороны. С другой стороны, если вы их выдаете, не зная практически ничего, как вот в случае с господином Адамсоном, то возникает другой вопрос, но это какая-то фикция, тогда вот депутатский иммунитет это фикция, да, и вот это то, что вы сейчас сказали, 5-10 минут, ну что можно за 5-10 минут ознакомиться, я не знаю, только прочитать там заголовок, там, наверное, можно устраивать соревнования по скорочтению, кто быстрее просчет документ, ищет, что вы запомнили, что вы поняли, голосуйте, да, и что за спешка, что произошло вот в эти 5-10 минут, что там господин Адамсон там буквально в этот момент передавал какие-то стопки секретных документов, кстати, он не был допущен госсекретом, это же другой, наверное, вопрос, вот может быть несколько слов, Регина, вообще вот об этом институте депутатского иммунитета, ну по-моему, он уже, или его нужно убирать, или его нужно усовершенствовать. Я абсолютно согласна с тем, что так называемый депутатский иммунитет в Латвии это фикция, депутаты Сейма наказываются как административно, причем для этого больше не нужно никакого голосования, и голосование зачем-то нужно именно для выдачи для уголовного преследования. Моя позиция такова. Я действительно считаю, по совести считаю, что в Латвии абсолютно каждый человек, все люди должны быть равны перед законом. Абсолютно все равно, кем этот человек является. Президентом, бывшим президентом, депутатом любого уровня и так далее. Мы все должны быть равны перед законом. Но точно так же, как мы должны быть равны перед законом, должны действовать все остальные принципы правосудия. И главный из них принцип презумпции невиновности. Мы все прекрасно знаем, насколько субъективно работает система правоохранительных органов, как иногда предвзятые непрофессионально собираются доказательства, как до сих пор некачественно работает связка между следователями и прокурорами. Мы прекрасно знаем, что мы никогда не узнаем той информации, которая проходит через доказательную базу, которая собирается, допустим, службой государственной безопасности или бюро по защите Сатворсма. Потому что все связано с государственными тайнами, о которых, знать которые имеют право только особо избранные люди. поэтому я вчера лично голосовала против выдачи Яниса Радамсона по нескольким причинам. Первая из них та, которая только что говорила, потому что я считаю, что это голосование не имеет абсолютно никакого смысла. единственный смысл этого голосования, последствия мы их уже знаем. Вспомните, когда Сейм в свое время проголосовал против выдачи Шлестерса на уголовное преследование, чем это закончилось? Это закончилось фактически государственным переворотом, когда Затлерс распустил избранный народом парламент и были объявлены новые выборы. Вторая причина, по которой я вчера голосовала против, была в том, что я лично, зная Иоанна Саддамсона, его честность, принципиальность, абсолютную смелость в суждениях, не верю в то, в чем его сейчас обвиняют. И так как я давала депутатскую клятву о том, что я буду голосовать по совести, я вчера голосовала по своей совести и абсолютным убеждениям. Понимая, что большинство проголосует за и Адамсонс будет выдан, я считаю, что все равно было важно, чтобы было хотя бы этих нескольких голосов против, даже в качестве просто символической поддержки. И могу сказать, что я не с Адамсонс, вчера сам участвовала в дебатах во время того, как принималось все это решение. И это было настолько ужасно, когда можно было представить, что в этот момент уже рядом с его домом стояли машины, где сидели люди, которые были готовы начать обыски по его месту жительства. Могу сказать, что весь прошлый год я не с Адамсонс, а не участвовал в работе парламента, потому что у него были очень серьезные проблемы со здоровьем. Очень. Те, кто его видел, согласятся с тем, что этот человек перешел грань, вернее, так, сумел, собрав кулак всю свою силу воли, остаться просто жить. И теперь вот это тяжелейшее обвинение, и я очень сильно переживаю, как человек, за его состояние здоровья. Меня очень волнует тот факт, что мы не имеем никакой информации о том, есть ли у него адвокат. Этот адвокат не сделал еще ни одного заявления. Вот я хотел об этом спросить. Да, мы не знаем, где в данный момент находится Янис Адамсонс. Есть информация лишь о том, что обыск у него длился до часа ночи. Мы не знаем, арестован ли он, где он находится, на какой срок он арестован и так далее. Остается только выразить надежду, что все процессуальные действия в отношении Янис Адамсонса, несмотря на тяжелейшую статью обвинения, будут происходить без нарушений прав человека, что будет сделано все для того, чтобы не ухудшить состояние здоровья Янис Адамсонса, и что у него хватит здоровья и силы моральных и физических для того, чтобы выдержать все стадии процесса, в результате которого мы сможем узнать, виновен он или это обвинение было сфабриковано. Я всем очень рекомендую прочитать. вчера Делфи опубликовала подробнейшую биографию Яниса Адамсона. Там были даже такие эпизоды, которые были сюрпризом для меня самой. Было много такого, чего я не знала. И один из моментов был, в частности, описывал начало 90-х годов, когда Янис Адамсон был еще членом партии Латвия Сельш, но вышел из нее после того, как отказался голосовать за утверждение кабинета министров во главе со Шкелой с мотивировкой, что он знает, обладает информацией о том, что Шкелы занимаются преступной деятельностью. И в неофициальной информации вчера я не буду говорить от кого, прозвучала информация, что возможно во время обыска Янис Адамсон будут найдены в том числе и документы, которые содержат какие-то компрометирующие сведения в отношении очень многих должностных лиц Латвии. Потому что мы знаем нашумевшее дело о педофилах, по итогу которого было сказано, что Адамсон брал, Адамсон до сих пор утверждает, что нет. Просто этот человек всегда оказывался в такой гуще политической борьбы, где только отчаянно, я подчеркну это, отчаянно смелый человек мог делать такие заявления публичные, какие делал Янис Адамсон. Я вообще считаю, что современная политика в Латвии к сожалению больше полна цинизма и прагматизма, чем гражданской позиции, гражданской и мужской в том числе смелости и решительности в защите высших принципов ценностей и всего общества. Поэтому мне кажется, дело Адамсон в конце концов превратится в парадокс Адамсона, когда мы от политики, которая в чем-то может быть не совсем прагматична, но пассионарна, то есть от пассионарности политики перейдем к как я говорю сферу политических сделок и это будут сделки со своей совестью. Вот это самое страшное что может произойти. У нас много звонков. Добрый день, слушаем вас. У меня два вопроса. Регина, скажите, пожалуйста, что в семье у партии согласия только пять членов, которые голосовали против отправки Адамсона под суд. Это первое. И второе, значит, Абби Келкин так, вы пропали. Я могу ответить так. Во-первых, ни один из членов фракции согласия вчера не проголосовал за выдачу Яни Садом Солнца. И опять-таки это было голосование не о выдаче под суд, а о выдаче для проведения следственных действий, процессуальных действий, то есть задержание и обыск по месту жительства и по месту работы. Очень много из нашей фракции просто не голосовали в знак протеста против того, в каком виде происходила процедура ознакомления с основой для выдачи Яни Солнца на уголовном преследовании и кто-то воздержался. То есть времени на принятие решений практически не было. Мы работаем удаленно, у нас нет возможности собрать заседание фракции, его просто не было. Было буквально 10 минут на то, чтобы каждый индивидуально мог попросить эти документы и мы общаясь в нашем чате по телефону просто приняли решение, что каждый голосует индивидуально и по своей совести. Но еще раз, никто из наших не проголосовал за выдачу. И в отличие от всех других эпизодов, когда речь шла это были и Юроша, Бондарса, Адамович, Кайминж, Закатистов. У нас была возможность обсудить, что происходит. Я могу сказать, что в отношении Адамовича тоже было все настолько сшито белыми нитками. Здесь то же самое. Мне кажется, ключевым этот момент, который отмечен в заявлении Урбановича, четыре года за человеком следят, набирают 43 преступных эпизода. Еще раз напомню, статья, обвинение в том, что это шпионская деятельность в пользу России. Вы спокойно смотрите, как в 43 эпизодах Адамсонс передает секретные сведения о Латвии, России? Как это? Для меня лично это просто не укладывается ни в какие нелогические рамки, и тем более в рамки заботы о национальной безопасности. Может быть, дело в том, мы же не располагаем всеми нюансами, может быть, только в последний момент было обнаружено, что это сотрудничество происходит длительное время, но опять-таки это как бы такие спекуляции. Я не сторонник теории заговора ни в коем случае, но мы обращаем на себя внимание, что вообще в последний год с учетом явного обострения отношений между Западом и Россией, я так мягко говорю, такая шпиономания имеет место быть. В Латвии до сих пор только все это было на уровне риторики. Может быть, это тоже какие-то такие игры геополитические? То есть, ты хочешь сказать, что это разведка какой-то дружественной нам страны передала сама, что не наши следили, а какая-то другая разведка и в последний момент передали эти сведения наши разведки? Нет, я не хочу спекулировать, я просто прозвучал, опять-таки, это все в СМИ идут разные роды спекуляции, поскольку, как мы понимаем, служба государственной безопасности не готова, не хочет, не может нам предоставлять всю информацию, и прозвучало, что вот какие-то сведения, возможно, господин Адамсон передавал, присылал свой компьютер в парламенте. из этого можно сделать там разные гипотезы, что вполне возможно, что когда там спецслужбы начали анализировать, то они обнаружили, что какие-то документы для служебного пользования он передавал и раньше, и поэтому появились, вот они раньше об этом не знали, что он передавал в каком-то там четыре года тому назад, но это просто как версия, одна из версий. Еще раз, версии могут быть всякими, вина человека может быть доказана только в суде. Конечно, естественно. Я знаю множество дел, последнее развалившееся дело о строительном картеле, которое сопровождалось громким оглашением записи во всем известной бане и так далее, это дело закончилось ничем шиком. Дело в отношении руководителя Банка Латвии господина Ремшевич, которая закончилась опять-таки тоже провалом работы наших правоохранительных органов, то есть масса всего. С чисто политической точки зрения сейчас, после того, как из правительства были убраны депутаты от КПВ ЛВ, и когда перевес правящего большинства в Сейме составляет всего лишь три или четыре человека, и заставляет правящих очень сильно мобилизовываться для того, чтобы получить перевес голосов при голосовании по определенным вопросам, естественно, каждый голос оппозиции тоже на счету. Я могу сказать, что одним из проявлений вот этой заботы о сохранении перевеса и недопущении в парламент ни одного лишнего оппозиционера выражается в том числе и в том, что Янис Виттенбергс, который недавно получил пост министра экономики, опять-таки по следам Рамона Петровича не сложил депутатский мандат и остался депутатом Сейма. И я подозреваю, что это было сделано только из-за того, чтобы при сдаче мандата в Сейм не зашел еще один возможный представитель оппозиции после исхода ПВЛВ. Поэтому убрав Адамсонса из Сейма, это, возможно, тоже одна из версий теории заговора, но я не могу об этом не сказать, на одного представителя оппозиции на определенный период становится меньше. То есть никто в данный момент не может сказать, насколько долго будет Янис Адамсонс находиться в предварительном заключении при том, что в данный момент, несмотря на решение суда о том, что до окончательного приговора суда члену парламента не может быть запрещено участие в работе Сейма, пример тому Юрис Юрюш, у нас нет пока прецедентов, все началось с Лембергса, когда возник вопрос Лембергс избран депутатом самоуправления, но находится в заключении. Может ли он при помощи компьютера и удаленной системы связи участвовать в заседании? До сих пор внятного ответа на этот вопрос нет. Здесь точно так же. То есть Конституционный суд сказал, пока депутат имеет свой легитимный мандат и не сложил его сам, до решения суда никто не может запретить ему участвовать в заседаниях парламента. Что будет в случае с Янисом надом солнцем? Не знает никто. И самое главное в условиях, когда действительно перевес политических сил сейчас в парламенте изменился, и депутаты от КПВ, ЛВ, Путин, Петраевич, Анимира уже два дня голосуют на стороне оппозиции как оппозиционеры. Какие могут быть политические последствия при голосованиях по определенным законам, когда каждый голос на счету? К сожалению, вот такая ситуация. Звонок успеем принять. Добрый день, слушаем вас. Доброе утро. Вы знаете, может, это мои домашни, но у меня возникла мысль, что пока он был здоровый, его как-то не трогали. Сейчас вы говорите, что у него очень тяжелые проблемы большие со здоровьем. Почему вдруг они сейчас за него взялись? Или как? Вот они сейчас его доведут, неизвестно, как он это переживет, а потом что? Дело прекратят со смертью обвиняемого? Вы знаете, у меня вот именно такие мысли. спасибо большое. Ну вот такой, может быть, эмоциональный комментарий, но он имеет место быть. В любом случае, давайте пожелаем Яне Саддамсон здоровья и выдержки. При любых обстоятельствах. Да. Вот, Регина, ты сказала о том, что действительно перевес на стороне правящей коалиции совсем незначительный. Три, четыре, ну, может быть, пять в какой-то момент депутатских голосов. Но мы знаем, что это такое. Кто-то не смог участвовать в заседании, кто-то куда-то уехал и уже в комиссии нет совсем никакого перевеса. Значит ли это, что, не знаю, правящая коалиция и правительство нестабильно или после вот этой рокировочки или, как сейчас сам Каренш заявил, что это чуть ли не рестарт, что все устаканится и правительство спокойно доработает до окончания своих полномочий? Ну, могу сказать, что пока кабинет министров заручился с достаточным перевесом голосов для того, чтобы продвигать все свои решения. И это вопрос совести отдельных так называемых независимых депутатов. Напомню, что Чакша вышла от зеленых и крестьян присоединилась фактически к новому единству, хотя не входит во фракции. Кайминч со своим другом Блумбергом продолжает полностью поддерживать правительство по всем голосованиям, при том, что является независимым депутатом условно и не входит ни в какую фракцию. Точно так же часть депутатов от КПВ совершенно ренегатски, забыв все свои предвыборные обещания, голосует, поддерживая правящую коалицию. Замечательная девушка по фамилии Бемхина Бехина, которая в свое время по словам своих однопартийцев из КПВ ЛВ сказала, ну, раз я случайно попала в парламент, то буду наслаждаться этим статусом на полную катушку. Теперь решила, что для большего наслаждения ей нужно сбежать с КПВ ЛВ и тоже вступить в новое единство. Вот именно голосами таких перебежчиков обеспечивает себе большинство в Сейме правительства Каринша, мне кажется, это не делает чести не этим депутатам, которые действительно плевали на своих избирателей, которые отдавали за них свои голоса совсем не для того, чтобы они голосовали за старую политику, как они называют, и за новое единство, которое эти партии голосовали в первую очередь. Еще более смешным и позорным, мне кажется, позиция Артуса Каминша, который не просто голосует за все решения нового кабинета, но позволяет себе еще цинично получать других депутатов от оппозиции и говорить о том, что, мол, что вы тут, что вы там еще лапками, мол, шевелите, все решено и так далее. Очень обидно наблюдать, это как раз то, о чем я говорила, как те люди, которые начинали и делали себе имя в политике, как некие пассионарии, какие-то борцы, вспомните, Каминша бегающего с камерой, с видеокамерой, снимающих Аббалтынио, Новое Единство и так далее, и теперь это человек строит из себя отца семейства, он вчера выходил в эфир с маленьким ребеночком на руках, подчеркивая, какой он заботливый отец, мне кажется, это реально уже даже не смешно, это стыдно, это стыдно, мне в последнее время очень стыдно за многих депутатов в парламенте, потому что и стыд, и совесть, и просто элементарное какое-то, знаете, есть понятие, человек хорошо воспитан или нет, вот такое ощущение, что отсутствует у них воспитания как таково. Вот я понимаю, что тяжело, наверное, не имея большинства эту систему каким-то образом поменять, но ведь создается ощущение, что вот эта вот система по партийным спискам как-то, по крайней мере, у нас хромает на обе ноги, потому что количество независимых депутатов уже можно создать, по-моему, две фракции, спокойно, скоро три можно будет уже создать, и избиратели, вот избиратели, которые, может быть, в нюансах таких большинств, я понимаю, этих людей не следят за всем политическим процессом, они уже вообще не понимают, кто это за люди, какую партию они представляют, там одна из партий, которая оказалась сейчас вне пределах коалиции, внезапно уже там переименовалась, три правления что-то поменялось, уже какие-то независимые депутаты от одной группировки, от другой, еще вот эти с мягким мандатом, которые тоже три партии по ходу движения, я извиняюсь, поменяли, но это какой-то абсурд полнейший, то есть уже вообще непонятно, избиратели за кого голосуют? Соглашусь по всем пунктам, отсутствие политической ответственности, индивидуальной ответственности говорит о том, что система выборов в законодательную власть давно перестала быть эффективной и соответствующей своим задачам. В парламент попадают подчас абсолютно случайные люди, не имеющие ни политической платформы ясной, ни ясной системы ценностей, которые попадают в законодательную власть и становятся депутатами парламента благодаря перевесу голосов в один плюс или один минус. В парламенте есть люди, которые во время выборов набрали больше вычерков, чем плюсов. эти люди не просто не готовы к представительству своих избирателей в парламенте, попадают туда абсолютно случайно и, мне кажется, наносят огромный вред и парламентской системе, как таковой в целом, и нашему обществу. Мне кажется, назрел вопрос о полной революции в избирательной системе для того, чтобы люди могли выбирать не только по партийным спискам, но и как в других странах, имеющих смешанную систему в парламенте, за так называемых одномандатников, то есть, чтобы могли люди выбирать тех людей, которых они знают лично и которым они доверяют, которые будут способны голосовать именно по совестям. Еще один звонок примем. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Не могу понять, как же можно возбуждать следственное дело за правду и почему Сейм работает внезаконно. Спасибо. Да, ну вот таких эмоциональных комментариев много, мы видим и в социальных сетях, вот люди не понимают, но ясно, что мы не можем подменить собой следствие, поживем, увидим. Но вот это то, что ты сказала, вот отсутствие доверия к парламенту достигло такой вот очень высокой точки, да? По всем опросам люди не доверяют ни правительству, антирейтинг правительства достиг рекордных отметок, ни Сейму, потому что я говорю, даже мне стыдно за очень многих своих коллег, за то, как они работают, как они голосуют. Напомню, мы уже больше года работаем в системе удаленного голосования. И когда я наблюдаю, как приходит заседание комиссии, где большинство участников включают только микрофоны, не включают видео, и мы не, я, например, не могу, не видя лицо человека понять, следит он за ходом дебатов, не следит, голосует ли он чисто механически или все-таки вникает в суть определенной поправки закона. Иногда у меня возникает ощущение, когда я говорю, что мой голос, это Гласова, пьющего в пустыне, меня не слушает вообще никто, когда сказала, Каймич позволяет себе просто в открытый наглый говорить о том, что хватит уже дебатировать, сколько можно трепаться и все такое. Как это? Когда нашему Ивару Зариньшу, который очень активный член парламента, и он очень активно выступает, в том числе и в дебатах, и когда ему представитель ЕКП Феллман говорит открыто, я вот тут поспорил, у меня пари, сможет ли Зариньш говорить все 15 минут, ах, я проиграл, потому что Зариньш не договорил там 11 секунд. Это как? Это что? Игра такая? И последний случай с записью в Твиттере министра благосостояния Эглитеса о том, что, мол, не радуйтесь зеленые крестьяне и согласия своим победам на выборах самоуправления, потому что, мол, все равно правящая коалиция контролирует все деньги из еврофондов, из фонда выравнивания, которые получили Евросоюзу, потому что эти деньги пойдут в первую очередь в свои самоуправления. И после этого он говорит, ах, нет, я думал по-другому. Вы смеетесь? Это все вранье, они думают именно так. И вот именно эта запись в Твиттере и была правдой, они думают именно так, они наглые и циничные люди. И им хватает цинизма, в том числе после того, как они наконец-то сказали правду, скажут, ах, нет, это неправда, я думал не так. Да так вы думаете, вот именно так. Да, это все, конечно, печально, не хотелось на такой ноте завершать. Но, я тоже не хочу на печальной ноте, я могу сказать так, когда наши люди говорят, вот, все равно ничего не меняется, нет, еще раз, невозможность победить не означает возможность сдаться, нельзя сдаваться, никогда, нужно продолжать жить в соответствии со своими убеждениями, принципами, отстаивать их активно, даже тогда, когда кажется, что нет, ни выхода, ни перспектив, ничего. Выходы, перспективы есть всегда. Для этого нужно посмотреть, на даже совсем недавние события, 9 мая, когда вышли, возлагали цветы к памятнику, стояли в этой длинной очереди, несмотря на все запреты, заборы, полицию и так далее. Кому вы возлагали? Возлагали тем людям, которые боролись несмотря ни на что. Боролись и в 41-м году, и в 42-м, когда не было возможно никакой надежды победить. И они победили просто потому, что они продолжали бороться. И для этого, для того, чтобы побеждать в политической борьбе, нужно ходить на выборы, нужно ругать депутатов, ругайте нас, потому что только тогда, когда мы понимаем, что вы следите за нашей работой, возникает ощущение, что все, что мы делаем, мы делаем не зря. Это совершенно нормально. Но я бы очень хотела, чтобы вы следили, в том числе и за нашими успехами. Я себя лично например, сейчас завела даже тетрадочку, просто записывала, вот что удалось сделать. Потом, когда у меня будет полный список, я, наверное, опубликую, может быть, многие удивятся. И у многих из наших депутатов этот список очень длинный. просто, к сожалению, нет у нас времени тоже. Спасибо. Еще, я надеюсь, вы появитесь в нашем эфире. Регина Лочимова, депутат Сейма, была на прямой связи. Большое спасибо.